К концу года по расчетам экономистов общий оборот ангарских коммерческих организаций составит 132,5 миллиарда рублей. 65% прибыли от этой цифры приносят градообразующие предприятия. Приросты в этом году показало производство электроэнергии, газа и воды, а также пассажирские перевозки. А сельское хозяйство и вовсе увеличило оборот в полтора раза. Самая пострадавшая отрасль – строительство. Мэр назвал падение показателей на 35% критическим. Низкий доход и у грузоперевозчиков. Розничная торговля пока стоит на месте. Ожидаемые другие с 2015 года оцениваются с незначительным снижением одних показателей и умеренным ростом других социально-экономических показателей. В 2016 году округ будет иметь собственную казну. Текущий год – это переходный период, и администрация работает в рамках консолидированного бюджета ОМО, который состоит из бюджетов пяти муниципалитетов. Отличие бюджета следующего года еще и в том, что теперь он формируется как федеральный и региональный – не на три года, а на один. Основная задача, подчеркнул председатель Думы Александр Городской, – сохранить все запланированные программы и мероприятия. Однако объемы финансирования придется уменьшить. Пример эффективной работы с расходной частью бюджета – ремонт дорог. Если в 2014 году стоимость одного квадратного метра дорожного полотна обошлась казне в 1410 рублей, то в 2015, благодаря детализации и оптимизации расходов, эта сумма сократилась почти в два раза и составила 840 рублей. На сегодняшний день в проекте бюджета забалансировала по центру порядка 4,183 миллиона доходная часть, которая почти пополам состоит из налоговых и налоговых доходов, то есть это наши как вода, и безуместные поступления за счастливые бюджеты, в частности из области. В основном это заработная плата работников из сферы образования. И расходы бюджета составляют из малого 4,5 миллиарда рублей. Мы забалансировали максимальную возможность 10% от своих доходов, то есть 212 миллионов рублей, которые предполагается открывать за счет основного кредитных средств. Предприниматели и мэр обсудили вопросы импортозамещения, экономического кризиса и безработицы, подняли тему нечестной конкуренции, поговорили о социальном предпринимательстве и предложили свои идеи для развития территории. Участники встречи подчеркнули конструктивный характер взаимоотношений бизнеса общества и власти. Благодаря консультациям и финансовой поддержке администрации, также Ангарскому технопарку, за то, что предоставили нам аренду. Наша компания в течение года запомогла войти в число лучших 300 стартапов России. Вообще-то всю историю Ангарска. Первый и единственный проект. В ходе встречи мэр призвал представителей бизнес-среды к взаимодействию. Глава муниципалитета отметил, что в ответ на поддержку администрации предприниматели и сами должны активно включаться в программы со своими проектами, участвовать в конкурсах на получение грантов, на взаимовыгодных условиях сотрудничать с общественностью. Одна из таких возможностей – принять участие в украшении города к Новому году и поучаствовать в ярмарке добрых дел. Символично, что к 65-й годовщине Ангарска представлено 65 социальных проектов. Сколько из них будет реализовано, в большей степени зависит от поддержки предпринимателей. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Местное время.